Продолжение следует... Продолжение следует... В результате того, что сам COVID воздействует на определенные рецепторы, а СЕ2, эти же рецепторы есть и в печени. Но содержание в печени этих рецепторов небольшое, поэтому прямого действия вируса на печень, он оказывает минимальное действие. Это как бы должно успокоить наших слушателей, но при цитокиновом шторме, при цитотоксических реакциях, которые возникают во время тяжелого заболевания, поражения легких, при гипоксии, которая наступает во время поражения легких, при поражении сосудистого русла, могут возникать тяжелые заболевания печени. Поэтому количество больных с тяжелым поражением печени обычно равно количеству тяжелых больных, потому что COVID это полиорганная патология, похожая на сепсис. То есть, если у пациента тяжелая форма, то наверняка страдает и печень, да? Обязательно. Она страдает по мере того, какое состояние печени было до того, как начался COVID. А что происходит, собственно? Какие процессы в печени идут в этот момент? Происходят воспалительные процессы, происходит атака антител на собственную печень и в том числе на сосуды. Возникают тромбозы, возникает гипоксия в печени и возникает так называемый цитолитический синдром. Что такое цитолитический синдром? Это когда клетка лишается своей мембраны и ферменты, все которые находятся в клетке, выливаются наружу. И в результате происходит расплавление печеночной ткани. А чем это опасно? Это может привести к смерти? Обычно это в печень орган, который самовосстанавливается. Это единственный орган, который может возобновляться, то есть регенерировать. И в процессе заболевания она обычно сама регенерирует. И пока нет ни одного случая с острой печеночной недостаточностью во время COVID, которое было бы доказано, что этот случай обусловлен именно самим вирусом, который поразил печень. И в результате наступила острая печеночная недостаточность. Простите, но сейчас любой, кто нас смотрит, после этого ответа скажет, так если печень саморегенерируется, то может и не переживать по этому поводу? Понимаете, тут мы имеем дело с COVID. Это очень опасное заболевание. Как я уже упомянул, это полиорганная патология. Если страдает печень, то будут страдать и почки, и щитовидная железа, и все системы, и иммунная система, и головной мозг. Поэтому заболевания печени вносят свою лепту в тяжесть состояния. Она может еще больше усугубить тяжесть состояния, и больной умрет от полиорганной недостаточности. Поэтому если здоровая печень, то она наоборот помогает человеку выжить. А как понять, что страдает печень? Именно печень. Для этого надо, первое, это сдать анализы на печеночные пробы. И если печеночные пробы повышены хотя бы в 2 раза, это, можно сказать, легкая степень. Если больше, чем в 2 раза, это средняя степень. А если в 10 раз и больше, это тяжелая степень. Нужно срочно идти к врачу. Такие больные подлежат госпитализации. Потому что за этим может последовать как некроз печени, так и усугубление тяжести самого состояния при ковиде. А как пациент может понять, что страдает печень? По каким симптомам, признакам? Ну вот первое, это, конечно, очень сильная слабость. То есть печень, это лаборатория наша. Она участвует в формировании всех гормонов, всех белков. Обеспечивает наш организм всеми белками. Поэтому, когда только заболевает печень, первым это ощущает недостаток гормонов, недостаток белков. И человек ощущает слабость. И после может быть тяжесть в правом подреберье. Но основным симптомом это является слабость. И после этого, конечно, человек должен пойти и сдать анализы, обратиться к доктору. А боль какая-то присущая в этом случае? Дело в том, что печень иннервируется только капсула печени. А капсула печени, она очень эластична и растягивается. Поэтому вот в своей практике, когда я видел больных даже с тяжелым поражением печени, когда печень была с таких размеров, что она расположилась в тазу. Вот у этих больных тоже печень не болела. У них была только синдром интоксикации, слабость, усталость, апатия, депрессия. Вот такие вот были. То есть депрессия тоже может быть признаком болезни печени? Да, конечно. Потому что гормоны, я же сказал, что гормоны, эта продукция участвует в белок, который синтезируется в печени. Он также участвует и в транспорте гормонов, и доставке гормонов к клеткам. Чем меньше этого белка, тем сильнее выражены у человека могут быть вот эти вот состояния. А пациенты, у которых есть хронические болезни печени, они входят в группу риска? Вы говорят, что диабетики входят в группу риска. У кого хронические болезни печени? Они чем рискуют? Абсолютно верно. У кого хронические болезни печени? У диабетиков также хронические болезни печени. Почему? Потому что у них нарушается обмен углеводов, обмен жиров. И возникает жировой гепатоз. Что такое жировой гепатоз? Гепатоз – это когда жир откладывается в клетке. То есть наступает ее зашлакованность. В результате этого клетка становится дистрофичной. То есть там нарушаются обменные процессы. То есть дистрофичная клетка – это та, которая плохо работает. То есть человек, который, ну понятно, дистрофик, то есть нарушенное питание. Тут наоборот как бы жировая дистрофия называется. Поэтому клетка также плохо функционирует, и печень не функционирует в полном объеме. Также это больные с хроническими заболеваниями печени, с хроническим гепатитом С, с хроническим гепатитом В. Это могут быть и больные с аутоиммунными гепатитами, наследственными заболеваниями печени, такими как наследственный гемохроматоз, болезнь Коновалова-Вильсена, который участвует там, откладывается в печень именно микроэлементы. Например, гемохроматоз – это железо. То есть железо откладывается в печень, и возникает повреждение печени, то же самое гепатит, но в результате того, что там повышенное окложение железа. Если медь, то это болезнь Коновалова-Вильсена, у таких больных также быстро возникает цирроз печени. Тоже это связано с наследственной патологией. Могут быть аутоиммунные наследственные патологии, могут быть различные токсические гепатиты. Ну, это при употреблении, чаще всего это употребление алкоголя, наркотики, вот, или же какой-то, допустим, токсический фактор, может быть, у человека там случайно, который он употребил. Скажите, пожалуйста, недавно прочитала, что в Украине очень много людей с недиагностированным гепатитом С. Знаете ли вы что-то об этом? И почему так может происходить, что люди не знают о болезни? Да, я 20 лет занимаюсь лечением, более 20 лет занимаюсь лечением именно этой патологии. Действительно, почему так происходит? Потому что печень – это саморегенерирующий орган, который самовосстанавливается. Гепатит С, как называется, это ласковый убийца. Есть такое у него определение. Почему? Потому что он приводит к циррозу, и человек не чувствует это. То есть он ходит на работу, ничего не подозревая, вдруг в один прекрасный момент он может там потерять сознание или попасть в больницу в результате резкой слабости, усталости или того, что он не может встать. А когда начинаешь его обследовать, то оказывается, что у него цирроз печени. Потом делаешь анализ, а там гепатит С. Вот поэтому именно, потому что это заболевание очень трудно диагностировать, только можно диагностировать путем анализов. Вот про то, которое я говорил. Плюс это печеночные пробы, плюс это специфический анализ на антитела гепатиту С или полимеразно-цепная реакция на гепатит С. Давайте вернемся к ковиду. Пациенты, которые находятся в реанимациях, обращают ли медики, есть ли в протоколе правила обследовать, делать анализы печени, чтобы понять? Обязательно это входит в протоколы, потому что это полиорганная недостаточность. Если у человека наступает печеночная недостаточность, то, естественно, это будет усугублять его легочную недостаточность. И таких больных очень сложно лечить по их основному поражению, по поражению легких. Это чаще всего больные могут быть с аутоиммунными заболеваниями, потому что при аутоиммунном поражении также может возникать сильный цитокиновый шторм, который может приводить к повреждению печени. У меня был случай, моя коллега, которую я знаю хорошо, заразилась, попала в реанимацию, у нее было повышение АЛТ больше, чем в 10 раз. То есть развился токсический ковидный гепатит, так скажем. То есть на фоне интоксикации, на фоне аутоиммунной реакции возник гепатит. И что потом делать? А как параллельно лечить? Это вообще возможно? Так же самое. То есть, понимаете, тут механизм повреждения легких получается, механизм повреждения печени, он практически одинаков. Поэтому те же препараты, которые помогают и при ковиде, помогают и при повреждении печени. Тут вводят высокие дозы глюкокортикостероидов. Ну и, естественно, это помогает восстановить. Он как бы, эти препараты являются мембраностабилизаторами, как и для легких, так и для печени. Если пациенты с хроническими заболеваниями печени принимают регулярно какие-то лекарства, существует ли какой-то конфликт между протоколом лечения ковида и этими лекарствами? Есть специальная, сейчас появилась в доступе онлайн, такая COVID-19 Drug Interaction. Это такая таблица взаимодействия лекарств против ковида с другими лекарствами, чтобы мы не получили осложнения. И любой врач должен, это таблица на английском языке, но любой может в доступности даже больной зайти, забить те препараты от ковида, которые он получает, и те препараты, которые он получает сопутствующие от других заболеваний. И проанализировать, есть ли взаимодействие между ними или нет. То есть, если взаимодействие между ними есть, то надо заменить это лекарство. Тоже по совету доктора. Вот такая вот есть сейчас опция. Есть такой факт, об этом пишут, что, ну да, это COVID поражает многие органы. Очень часто поражение идет через желудок и возникает вот так называемое кишечно-желудочное расстройство. И есть такой факт, что якобы через желудок попадает в печень. Это так? Абсолютно верно. Потому что в желудке также есть эти же рецепторы. СЕ2. Вот. И через эти рецепторы вирус попадает в желудок, в кишечник, в весь желудочный и кишечный тракт. И там его начинается репликация. Но мы знаем, что желудок и кишечник это сами по себе очень иммунные органы. То есть там очень богатое содержание лимфатических узлов, которые, естественно, вступают в реакцию с этой инфекцией. И как показала предыдущая пандемия, COVID-альфа, вот, то есть это тот же самый британский штамм, вот, который был у нас на Украине, свирепствовал совершенно недавно, что люди, которые имели желудочно-кишечные расстройства и желудочно-кишечную форму, в меньшей степени у них страдали легкие, потому что первым на себя принимал удар кишечник. Вот. И поэтому у них менее тяжело протекало это заболевание. Вы знаете, что есть много кавида скептиков, так называемых. И есть такое мнение у скептиков, что сейчас просто все болезни списывают на COVID-19. Что вы думаете об этом поводу? Мы можем как бы списывать очень многие болезни и приписывать к COVID-19 многие, но для того, чтобы это, для этого должны пройти исследования, например, что такое постковидный синдром. Надо определить, были ли у человека, может, перед этим такие симптомы. А просто они со временем развились и COVID просто их усугубил. То есть это как бы, то есть это очень сложный вопрос. Поэтому говорить о том, что COVID-19 не вызывает каких-либо повреждений, а все это надумано, это неправильно. Мы знаем, что это довольно серьезное заболевание. И как мы видим по, там пандемия, одна пандемия за другой, во-первых, он не мутирует сильно. Естественно, изменяется его свойство, его взаимодействие в организме. То есть, допустим, сейчас даже по новому штамму, он совершенно немножко другой, даже по клинике. Да, поэтому тут нужно иметь всю информацию о пациенте. Тогда можно говорить, имеет отношение это к COVID-19 или не имеет. Но мы знаем точно, что если больной сделал ПЦР, и мы выявили последовательность, определенные последовательности нуклеиновых кислот, значит, это COVID. То есть это уже от этого никуда не уйти. Понимаете? Какие инфекционные болезни грозят тому, кто болеет COVID-19? Тут возможность инфекционных болезней может быть разная, но наиболее широко распространено, мы знаем, это сезонный грипп. Поэтому сезонный грипп, он сам по себе похож по симптоматике на COVID. Поэтому возможность, когда мы будем сейчас ходить, Украина будет ходить в осенне-зимний период, и мы предполагаем по эпидемиологическим данным, по всей ситуации, которая сейчас развивается у нас, что, возможно, у нас будет и пандемия, очередной виток пандемии. И будет очень сложно дифференцировать, сезонный это грипп или же это COVID. И наша как бы вся система здравоохранения может подвергнуться такой очень сложной, так скажем, нагрузке. А вот в прошлые сезоны, когда все сидели на карантине, можно ли было наблюдать уменьшение инфекционных болезней? Люди носили маски, дезинфицировались, мыли руки, это же очень важно. Можно так говорить, что уменьшилось количество? Да, конечно, количество именно инфекционных болезней, в результате того, что мы потеряли общение между собой, то резко упало. Абсолютно верно. Но тут был еще один момент, опять расскажу случай из практики, когда меня позвали к пациентке, я пришел, оказалось, что она умерла. Это было, просто соседи позвали, оказалось, что эта женщина испытывала боли в сердце, но боялась того, обратиться к врачу. Из-за того, что она была напуганна тем, что пандемия, она может заразиться, и она не пошла даже к врачу сделать кардиограмму, не вызвала ни скорую, ничего. И таким образом пропустил этот острый инфаркт, как потом показалось скрытие. И вот такая вот ситуация. Поэтому тут больше эта пандемия, надо людям как бы следить за собой, самое главное. И если при определенных признаках, боли в сердце, боли в животе, ни в коем случае не бояться обращаться к врачу. Это мы много раз постоянно повторяем, что нельзя заниматься самолечением, которое может оказаться опасным. И надо обращаться к врачам. Давайте поговорим о новом дельте. Что он вообще из себя представляет? Чем он такой опасный? Про дельту, по данным литературы, то, что мы знаем сейчас. Дельта-штамп был впервые выявлен в Индии зимой, зима-осень, начало года. Вот. Почему? Значит, какие в нем особенности? Там есть три мутации, которые уже доказаны. Именно по секвенированию. Первая мутация, она обеспечивает более быстрое проникновение в организм. То есть у человека уменьшается инкубационный период. Уменьшая инкубационный период, естественно, наша иммунная система не успевает на это среагировать. К сожалению, у нас такая иммунная система, что ей нужно время. Мы знаем, что через 2 недели только будет М-антитела, через месяц только Г-антитела. А тут вирус, он более быстрый. Естественно, тяжесть заболевания в связи с этим возрастает. Есть еще две мутации, про которые говорят. Одна из мутаций связана с прививками. Вот. Да, я сейчас расскажу про эту мутацию, какие были данные, что по этому делу, по этому именно дельта-штамму. Вот. И вторая мутация, это связано с моноклональными антителами, также к бывшему штамму, который был у нас, что антитела также не на все, не эффективны в достаточной мере. к определенным лекарствам и вакцинам. Значит, первое, что в Англии было проведено, я читал английский медицинский журнал, там было проведено исследование по сравнению нескольких альфа-штамма и дельта-штамма и эффективности по вакцинации. Так вот, сравнивали две вакцины, там AstraZeneca и Pfizer, и при первой дозе вакцины получили только 30-ти процентный как бы ответ как для двух вакцин, ну, для тех людей, которые привились. Случай контроля. То есть, что значит случай контроля? Заболел или не заболел? То есть, я не говорю сейчас про тяжесть заболевания, а только именно заболел или не заболел. То есть, неважно, легкая, средняя, то есть, вся когорта больных была, с всеми формами. Так вот, только 30% не заболели. Остальные все после первой вакцинации заболели. Но после второй вакцинации там 70% при AstraZeneca и 90% при Pfizer не заболели. То есть, тут, а при, как бы, при альфа-штамме там были цифры побольше, даже для одной вакцины. Поэтому, вот такая вот ситуация. Вот, и по антителам, да, доказано, что те антитела, которые при альфа-штамме, не так эффективны, как и при дельта-штамме. Болелька агрессивнее. Агрессивнее. У нас по поводу этого, как раз прививка заболели, вопрос из Инстаграма. Моя подруга привелась Pfizer, а через два дня заболела ковидом. Как прививаться дальше? Вопрос очень такой интересный. На него до сих пор никто не ответил. Так, 100% и нету, все находится в процессе изучения. Могу посоветовать только следующее. Это значит, прививка была сделана в момент инфицирования. То есть, такое бывает, я знаю таких нескольких врачей, которые в период пандемии привились и тут через несколько дней заболели. То есть, к сожалению, вот так вот получается именно в период пандемии. Поэтому лучше, когда люди прививаются до пандемии, до вспышки. Тогда у них нарабатывается антитела, и они защищены. А когда в период пандемии, то вот то, что мы увидим сейчас в России, когда на фоне пандемии все начнут прививаться, это может как бы немножко даже усилить иммунный ответ. То есть, температура у человека может быть больше. Что нужно подруге посоветовать ваше, это сдать иммуноглобулиный джиг спайковому белку, который будет у ней через несколько недель, через 3-4 недели. У ней наработается через 4 недели иммуноглобулины джи, и надо посмотреть, какой уровень этого спайкового протеина, который ее защищает от этого вируса. И затем решать. Если очень высокий уровень, то во Франции говорят, если человек переболел, то можно привиться один раз. И потом все это надо следить по уровню белка, потому что если уровень белка будет держаться недолго, защитного белка, иммуноглобулина джи, спайкового, то надо будет прививаться опять. Давайте на фоне страшных историй и вокруг Украины, очень много в той же России большая 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 заболевания, у нас низкие показатели. Вот они уже довольно длительное время низкие. При этом все медики, ваши коллеги все время говорят, что нас ждет еще одна волна. Почему у нас такой низкий показатель, если вокруг все болеют? Ну это связано с ограничителями мерами, которые существуют по миру, то есть ограничено количество, заграницы практически закрыты, только возникает где-то новая пандемия, новый штамм, сразу государство реагирует и как бы с этим государством сразу обрывается авиасвязь. Мы знаем, что именно авиа вот эти вот обмены да, послужили такому быстрому распространению ковида по земному шару. Значит, на днях появилась информация о том, что 40% украинцев имеют, что проведено исследование, оно закончилось, и якобы 40% украинцев имеют иммунитет к ковиду. Вы читали эту новость? Ну, я уже, да, на одном из радиоэфиров я отвечал на этот вопрос, и в принципе этот вопрос может иметь как бы этот ответ действительно может иметь место в каком плане? Вот если мы проанализируем официальную статистику, у нас приблизительно 2,5 миллиона переболевших по официальной статистике. Значит, если там 2 миллиона, вот я недавно смотрел телеграм-канал МОЗа по ковиду, там 2, почти 2,4 миллиона вот. Ну, это говорит о том, что это официально, то есть те люди, которые официально обратились, но эти же люди имели контакт и с другими людьми, которые также заболели, вот, если один человек заболел, то он мог и не тестироваться, учитывая тогда, когда у нас недостаток был тестов, когда были очереди, вот, я сам знаю, вот, например, я сам болел и сам не зарегистрировался, потому что как бы купил там быстрый тест, проверился и все, вот, то есть и таких людей много, то есть где-то мы умножаем, можно умножить на 3, а можно и на 4, то есть количество людей, которые переболели. Вот. То есть около 10 миллионов. Да, теперь возьмем тех, кто вакцинировался, около 3 миллиона провакцинировалось одной дозой уже, как я уже сказал, из них 30%, приблизительно возьмем 30%, это те, кто практически не заболеют от коронавируса вообще, потому что они защищены, у них есть высокий титр антител. А полтора миллиона уже привелись и второй дозой. Из них это будет уже практически 90%. Вот и получается у нас мы приближаемся к 30% по всему населению Украины, которое будет иметь защитную прослойку, иммунную прослойку, которая не будет допускать распространение этого штамма среди всего населения непривитого. Скажите, а можно ли я читала такие версии, что возможно у некоторых людей есть некий врожденный иммунитет или некая клеточная память от других вирусов, которые распознает ковид? это есть вот допустим есть определенное количество людей, которые не восприимчивы к данному вирусу. Они никогда им не заболеют. С чем это связано? Не знаю. С чем это связано? Никто пока не знает. Вот допустим, недавно только нашли даже к ВИЧ-инфекции есть люди генетические, у которых нету CD4. Нету рецептора CD4, через который вирус проникает. Скорее всего, может быть, есть какая-то модификация рецептора ACE2, которая невосприимчива к этому ковиду. Потому что есть семьи, там, где болеют как бы там три человека заболел, один не заболел. Хотя он очень тесно с ним общался. Почему? Непонятно. Поэтому это надо изучить, этих людей будут изучать. Но пока инфекция новая, исследования в этом направлении, думаю, уже проводятся. А есть ли шансы, что ковид будет мутировать до такого вида, когда будет заражать всех? Вот все будут болеть или нет? Ну, инфекция мутирует в зависимости от того, от условий попадая к определенному человеку, вирус, который выходит наружу, он уже будет не тот, который проник к нему вначале. Поэтому как будет селекция происходить этого вируса? Ну, в итоге, в любом случае, проникая к человеку, допустим, как бы, почему привитые люди все-таки им лучше, чем, допустим, не привитые. У них существует иммунитет, который не допускает тяжелое течение заболевания. Вот. Но они все равно будут болеть. И все равно этот вирус будет у них в легкой форме. Часть из них не будут болеть, а часть из них все-таки будет, но будет переносить это более в легкой форме. и вирус будет передаваться. Но будет передаваться, он будет мутировать, но опять же, он будет, скорее всего, эти будут мутации более легким, потому что ему надо как бы выжить и передаться, то есть, от одного человека к другому. А если он будет вызывать очень много смертельных случаев, то люди будут умирать и не будут никому передавать. Поэтому эволюция как бы устроена так, и вируса в том числе, что они направлены на размножение. и на долгое существование. Уважаемые пользователи и зрители, кто смотрит наш проект, я обращаю на ваше внимание, что сегодняшний наш гость врач-гипотолог и инфекционист просьба задавать вопросы именно по его специальности. А другие вопросы обязательно задавайте другим докторам, которые еще будут обязательно у вас в эфире. Скажите, есть ли какие-то предостережения для пациентов с хроническим заболеванием печени, от при вакцинации? То есть, человек имеет хроническую болезнь, но хочет привиться. Что ему делать? В основном это им разрешено прививаться, потому что наоборот, если они не дай бог заболеют этим заболеванием, заболевание может быть тяжело, и они могут основное заболевание, они могут сдекомпенсировать по основному заболеванию, только лишь потому, что у них могут возникнуть тромбозы в результате ковида, могут возникнуть дыхательная недостаточность, то есть, может возникнуть гипоксия, может возникнуть цитокиновый шторм, аутоиммунное поражение печени, и даже может еще больше активизироваться их хроническое заболевание. Поэтому, чем легче они перенесут это заболевание, тем будет лучше для них. Вот, особых таких противопоказаний для людей нет, но надо приходить как бы каждому человеку относиться как бы индивидуально, потому что любая, допустим, у него может быть аллергическая реакция на какой-то компонент вакцины, например, ну, а он об этом знает, и он скажет, когда вот такая ситуация прочел, допустим, есть у него такая аллергическая реакция, то тогда да, конечно, ему противопоказано. Уважаемый Виталий Игоревич, тут упорно зрительница пишет вопрос, я просто не понимаю смысла, вы можете его прочитать, вот, первое и второе, простите, я там такие термины особенные, чтобы я не понимала, что происходит, а я напоминаю нашим зрителям, что мы задаем все профильные вопросы, которые вы пишут. Угу. вопрос, то есть тут синдромы пациентка пишет про то, что удалили, вопрос непонятен. Там что-то во второй части вопрос. А, есть о гемангиоме печени, один и три. То есть, ну, про гемангиомы печени, тут, я так понял, ее беспокоят именно две гемангиомы печени. гемангиомы. были проблемы по гинекологии, провели операцию, назначили гормоны, и параллельно у пациентки есть две гемангиомы и есть патология щитовидки, вот, многоузловой зоб. Вот. Вопрос непонятный. Да. Ну, я понимаю, да, тут, скорее всего, по гемангиомам. Ну, гемангиомы надо наблюдать в течение, в течение, каждый раз в течение 6 месяцев делать УЗИ и мерить, растут они или не растут. Что такое гемангиомы? Это обычные родинки на печени. Вот, у человека есть родинка на коже, он тоже должен смотреть, растет она или не растет. Если начинает расти, то надо обращаться к врачу, и тогда врач будет принимать решение. Давайте поговорим о профилактике. Вот, о болезнях уже достаточно. Во-первых, как восстановить обменные процессы людям с постковидным синдромом? Тут постковидный синдром, то есть, это такой синдром, который возникает в результате, так скажем, ковида, поражением ковидом многих органов и систем, в том числе и сосудистой системы, и сердечно-сосудистой, в том числе и печени. Вот, тут нужно разобраться, какая система больше всего пострадала. Если это пострадала печень, вот, допустим, у меня есть тоже там пациент, вот, он довольно-таки быстро вышел в состояние как бы по легким, но у него долгое время оставались печеночные пробы. вот, и мы с ним разбирались, то есть, нужно было разобраться, почему печень все-таки отстает, как бы, в восстановлении, вот, допустим, легких, то есть, по легким у него было все хорошо, вот, мы разбирались, что он получал, то есть, важно, что принимал пациент, возможно, это токсическое действие было лекарств на печень, также есть патогенез, в патогенезе ковида есть такой момент, что он поражает эритроциты, вызывая их повреждения и выделение железа в определенной форме, это железо в виде ферритина откладывается в ткани и повреждает печень, то есть, возникает так называемый, по сути дела, гемохроматоз печени в результате ковида, то есть, повреждения железом клеток, печеночных клеток. Какие тут, тут тоже, вот, надо определить, есть ли, повышенный ли ферритин и давать препараты, которые снижают этот ферритин, вот, или же, если это токсический процесс, то назначить детоксиканты, гепатопротектор, которые уменьшат содержание токсинов крови. А какие профилактические меры могут защитить печень, вот априори, предварительно, предварительно, никто не заболел, как можно защищать и профилактировать печень, чтобы она была здоровой? Первое, это профилактика, ну, профилактика, это, во-первых, конечно, это диета, ну, самое, что не есть профилактика, вот мы, вы задавали вопрос, я, кстати, на него не до конца ответил, что ковид, желудочно-кишечный тракт, да, поражает, и дальше через систему портальной вены вирус может проникать в сосуды печени и поражать там как клетки, так и желчевыводящие пути. То есть, одно из симптомов, бывает такое, ну, кстати, хотя этих рецепторов одинаково с печеночными, на печеночных клетках, но желчевыводящие пути также могут поражаться и возникать холестаз. То есть, что такое холестаз? Это задержка желчи в организме, повышение определенной фракции бельрубина, вот, и в результате этого у человека желтеет, вот, и надо проходить обследование, чтобы определить, в чем же причина этого, и тогда назначать те препараты, которые будут влиять на восстановление желчных путей. Вот, тут надо разобраться именно в механизме, который произошел, или же, допустим, у человека больше поражена сердечно-сосудистая система, тогда нужно больше и постковидный синдром связан с каким-либо там, миокардитом, там, перекардитом, то есть, он должен обратиться к кардиологу, и кардиолог будет назначать те препараты, которые будут уменьшить воспаление сердца, вот, и помогут сердцу, мышцы сердца восстановиться. Вот, так же самое связано и с почками, тоже связано и с головным мозгом, вот, поэтому тут надо определить, какой симптом выходит на первое место, в чем же причина, какой постковидный синдром, то есть, постковидный синдром, это такое, очень широкое понятие. все-таки мы говорили о профилактике перед болезнью, вы не ответили на вопрос, то есть, понятно, что нужно обращаться к врачам и очень внимательно следить за всеми органами, особенно, если уже ковид случился. Вот как, мы не болели, как защитить печень? Вы говорите, диета стол номер 5, что это такое? Ну, стол номер 5 просто, в двух словах, можно сказать, первое, это ни жирного, ни жареного, ни острого, ни сильно соленого, вот, в принципе, это можно так, так, это быстро, как бы, характеризовать. А есть продукты, вот, очень люди любят употреблять продукты, которые полезны для печени, что полезно для печени? Да, для печени полезны следующие продукты, это, в первую очередь, хорошо полезный яблоки, вот, яблоки, там содержится пектин, который является детоксикатором очень мощным и убирает токсины из кишечника, которые всасываются в кишечнике и попадают в воротную вену и возникает интоксикация. Потом, какие продукты еще очень важны? Тут, ну, наша украинская свежая сава, которая там фосфолипиды, да, свежая, именно свежая, там содержатся фосфолипиды, которые необходимы для клеточных мембран. Омега-3, то есть, омега-3 содержится в рыбе, ну, когда мы анализировали все это, если мы проанализируем, кстати, очень много, даже в сельде, вот, не в дорогой, не надо обязательно красную рыбу покупать. потом нужен микроэлементы, внутриклеточный микроэлемент это калий, это курага, мед, мед, как природный антибиотик и природный антисептик, и доставляет все-таки глюкозу к печени, вот, он откладывается в виде гликогена в печени, что обеспечит энергетическую защиту нашу, вот, курага, орехи и в орехах также полиненасыщенные жиры, очень полезные для мембраны печени, курага содержит плюс еще кроме полиненасыщенных жиров, содержит еще повышенное, как и изюм, повышенное содержание калия, это внутриклеточный микроэлемент, который очень необходим для функционирования, правильно функционирования клеток печени. А из сейчас много сезонных овощей и фруктов, из-за этого что-то, что можно или все не полезно, не имеет значения, скажем. Ну, тут абрикосы, абрикосы можно, сезонные, арбуз, пожалуйста, да, арбуз, он больше мочегонный, опять же, как бы, тоже выводит токсины, но через почки, вот, но самое главное, что он был без нитратов, потому что также опасно, то, что возможно, то есть ранние арбузы не советую покупать, потому что они скорее всего были выращены при использовании каких-то стимуляторов. Спасибо вам большое за ответы, я напоминаю всем, что у нас сегодня в гостях был гипотолог, инфекционист, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Виталий Игоревич Янченко. Все ответы доктора будут опубликованы на страницах фонда Рината Ахмедова в соцсетях. Встретимся через неделю. Продолжение следует...